Я, когда изучал практику осознанного сновидения, то меня очень цеплял термин, что из сна ничего невозможно достать. Ну типа из сна не вынесешь ничего. Ну типа предмет там или что-то еще. Ну так это же и не надо выносить оттуда предмет. Я оттуда научился, не знаю, ну или там, ну то есть я над чем работал. Я оттуда выносил ощущения. То есть когда ты практикуешь осознанное сновидение, ведь в чем его фишка, да? То есть как бы сны снятся каждый день, но проснувшись во сне, ты понимаешь, что ты находишься в абсолютной реальности. И проснувшись, просыпаясь во сне, я начал изучать эту реальность. Я просто ходил, там пробовал предметы, я понимал, что там дерево деревянное, там металл металлический, там люди человеческие, да? И когда я пытался объяснить людям, что я на самом деле сейчас не тот, кем они меня видят, а то, что я сплю, и меня зовут там Сеня Кайнов, и я там где-то там валяюсь. И они мне во сне, эти люди, ну персонажи моего сна, да, скажем так, они мне укрутили у виска, ты что дебил? Ну это именно в те моменты, когда я просыпался, именно осознанно сновидение. Ну и рано или поздно я перестал заниматься хернёй, там разговаривая с этими дебилами, которые всего лишь проекция моего там как бы сознания. Я стал экспериментировать в плане совершать какое-то действие, которое повлечёт за собой изменение реальности во сне, понимая, что я во сне, и следить за результатами. То есть как я подумал и как произошло. То есть я, ну это был для меня полигон для репетиций. То есть условно говоря, если я попадаю в ситуацию, где у меня угрожает какая-то опасность, я начинаю просто как бы, если я начинаю давить, если я начинаю противодействовать ситуации, у меня возникают, как говорится, блокады, и вот это, как бы мой страх во сне, он меня начинает долбить жёстко. И фишка была в чём? Научиться его как бы перешагивать, да? То есть я, ну как победить врага во сне? Как убежать от того, кто тебя догоняет? Ну просто представить, что этого нет. Ну или представить так, как ты хочешь, то как будет, да? Ну то есть эта фишка в том, что, то есть можно вот на тебя бежит какая-то зверюга здоровенная и понимаешь, что по законам реалии она сейчас тебя забодает, но если ты, ну ты понимаешь, что ты во сне, ты просто видишь развязку. Ну видишь развязку, что она, например, либо пробегает сквозь тебя и не подчиняет тебе никакого вреда, либо она просто разваливается на части. Но я помню, у меня вот был такой прикольный эпизод, почему-то мне, я проснулся во сне, где меня доливали зомбаки. То есть я был в городе, он полуразрушенный, и на меня реально там от отсюда, ну, шли зомби. Ну я не знаю, это же сон, ну главное не в том, какой сон, а главное, что ты в нем делаешь. Если я в нем, ну, мне довелось проснуться в этом сне, и я понимаю, что это сон, ну мне нужно было работать с тем материалом, который у меня был. И я такой, значит, смотрел, так зомби, ага, вот он идет, он на меня там дручит, как в кино, да? Вот я там пыжусь там, что-то там убить зомби, и нихера не происходит. И тогда я начинаю просто передвигаться мысленно во времени, я думаю, так вот, вот сейчас до меня доходит, и я ему как бы там, хочу, чтобы у него не было башки. Просто я вижу, как он без башки, и у него тут же слетает башка. И вот это был мой первый эксперимент, который я провел, я думаю, блин, прикольно. То есть, на самом деле, если я кожились и пыжусь, ни хера не происходит, а еще усиливается давление на меня, значит, соответственно, что мне нужно? Мне нужно просто представить, как он уже там, где я хочу. И все, я вот это представляю, и вот тогда это удобно и прикольно. Ну и таких снов потом, как бы, ну, было сотня, там, не помню, там, ну, до хрена. И там я уже летал, и всякой фигмой занимался, но именно, а, собственно, что я, собственно, ради чего я это делал? Говорят, сна ничего не вынесешь. Я находил, вернее, я запоминал то ощущение, которое возникало у меня во сне, если я менял реальность сна. Я себе что-то правильно в голове складывал, это сразу же происходило в реалии сна. Для меня это было реальность, ну, как бы, реальность практически. И в этот момент я просто тогда запоминал ощущение, которое у меня возникало. Ну, вот у меня возникало определенное ощущение. Я его называю ощущение, там, ну, я всегда это говорю, там, типа, космос как предчувствие, да? То есть раз что-то, я вдруг что-то чувствую. Когда я что-то сделал, то изменилось, я думаю, вот оно как. И потом, когда я уже просыпался, я просто в реальности это дело все подгонял к ответу. То есть я, условно говоря, не как баран ломился в ворота, там, что-то там куда-то долбил или что-то еще. А я совершал такое же действие, как во сне, и испытывал в этот момент ощущения такие же, как во сне. То есть со мной в реальности происходили при исполнении определенных действий те же самые ощущения, которые я испытывал во сне. Я достал из сна через ощущение правильность поступка. То есть, чтобы мне изменить реальность, мне нужно было просто действовать так же, как во сне. И гарантом того, что я поступил правильно, было то ощущение, которое я начинаю испытывать при правильном действии. И таким образом я вот закручивал облака на небе, там, ангелы, вот эти, там, вернее, не ангелы, а крылья у рэпера на спине, там, вот тогда, помнишь, ты же сказал. Ну, в общем, всякие такие фигни, я не знаю, ну, может, сто таких экспериментов я провел. И, как бы, сто экспериментов, которые увенчались успехом. И даже некоторые свидетельства мы зафиксировали, даже не я сам, а Леха Норицын сфотографировал букву «Р» на небе над Аркаимом. Реклама Норицына? Нет, реклама Аркаима. И вообще не реклама. Похуй, реклама, а говно. Ну, в общем, короче, такая фигня.